Ну-ка, показываем, как мы кушаем. Ну вот, друзья, прошло несколько часов, мы немного отошли после потери шоколадного мальчика. Теперь у нас осталось 8 щеночков. Один из тех, который я напереживал, стал чуть лучше кушать, сам сосать. Еще один щенок тоже вызывает опасения, но не будем на этом обозастрять внимание. Будем смотреть, как все происходит. Мы обрадоваться, как они чавкают сейчас, потому что для заводчика нет приятнее звука, чем вот так вот энергично чавкающие, энергично перебирающие лапками щенки. Здесь у нас 6, еще 2 по бокам. Вот шоколадный другой мальчик, у нас их был. Мальчик же? Угу. Было 2 шоколадных мальчика, теперь один. Этот намного крепче и мощнее выглядит. Но тот был более яркий. Будем теперь перечитывать. Единственный шоколадик. И еще вот один в сторонке лежит щенок. К этим товарищам у меня нет вопросов. Да тут есть такие вообще здравяки прям мощные. Видно, что им еды хватает. Ну и что, не хочешь совсем ни к чему присажаться? Да, вот сейчас я на показала того щенка, который у меня совсем сейчас она. А теперь это не есть. Ну, в смысле, три из трех щенков? Ну, это тот щенок, за который ты изначально. Ну, это самое при рождении, который был сильно отекший, прям весь лапом, все это было отекше. Да, я на еще в клинике сказал, что с ним не очень хорошо. Вот, поэтому пока у нас сейчас она самая переживательная. Да, вроде ничего есть, было полосочки. Он мальчик. Мальчик. Ну, он посмотрит черный. Он уже отлично кушает. Отлично кушает. Ты отлично кушаешь. Ты как стараешься, прям сейчас. Развищем. Чувствуешь, да, поток идет? Так, какой-то сосон. Ну, да, он перед этим кормление было, он прям старался, но я его все равно докормила еще. То есть, я не знаю, что сколько он там съел. Я, видишь, докормила и все равно пошел кушать. Это очень радостное известие. Ну, да, чувствуется, как он там высасывает. А вот это вот поганка расстраивает. Вот там еще такого мальчика. Ой, там черненькая девочка есть, такая вообще пельменя. Ой, Господи. Это, по-моему, обжиралка какая-то. Хороший поток, да, идет у нее? Да, видимо, переел. Они бывают засыпают. И на автомате. Когда уважают, а глотают, 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 забывают. И вон там слева сидит темный голубой трековарь, тоже хорошенький. Ну, жорченький. Вот это вообще пипец. Чего, хорошо, сошка. Вот это, наверное, вообще самый жильный. Смотрите, босс вообще. Смотри, как сосет вообще. Да, вообще присосался там прям. Как пиявка. Как пиявка, да. Вот этот красный язык видно прямо, аж там прижат к найт. Ну, так, ребят. Пришлось попереживать опять. Ну, может быть, они по стоку так многое рожают, что у себя кто-то гибнет. Это мы люди считаем, что все должны выживать. Давай. Мы тогда каждого боремся. А, где ей пофигу. Кто выжил, тот выжил. Да, у них все просто в природе. Выживается меньше. Больные не выживают. Нам надо всех спасать. Пиявка тоже вздохнул. Ну, ладно. Будем заботиться. Все. Будем заботиться об остальных. Ну, у нас начинается ночь щенкам. Пять небольших дней. Яна сейчас пойдет спать. А я буду опять на смене всю ночь сидеть, смотреть за него. Пусть будет все хорошо. Ну, вот, друзья. У нас наступило новое утро. Проснулась Яна. Осмотрела щенков. Сказала, что из восьми щенков шесть щенков замечательные. В порядке. Вы даже, может, видите, что есть шесть щенков, которые покрупнее. Ну, не считая вот того мальчика, который просто сам по себе маленький. Ну, есть у нас еще два вот этих голубых щенка. Они послабее. Вот. Они вызывают беспокойство. То, как они едят. Ну, пока все нормально. Пока ничего критичного. Ну, мы все равно должны отметить, что они медленнее развиваются. И пока вызывают беспокойство. Друзья, всем привет. Доброе утро. Ну, вот, щенкам уже шесть дней. Сейчас все хорошо, как я могу видеть. Сейчас еще Яна придет и скажет. Вот, я проснулся, смотрю за ними. Все едят. Даже те, кто ели плохо. Вон, наяривает. Это девочка голубая с белым пятнышком. Мамаша спит. Здесь три щенка хорошо едят. Два рядышком спят. И три еще развались где-то там в гнезде. Еще послушаем, что Яна сегодня скажет вечером по состоянию щенков. На мой взгляд, здесь все хорошо. Идиллично. Ну, вот, друзья, смотрите. Все пять голубых щенков пришли кушать. Пришла Яна. Сказал, что все нормально. Но один только щенок вызывает некоторые опасения. Тоже один из голубых. Но пока все нормально. Так что продолжаем наблюдение. Короче, взял камеру. Яна тут поцелуйчики всем раздает. Есть шанс, что раз такое происходит, то чуть-чуть настроение у Яны поднялось. Яна, это так? Угу. Еще вызывает некоторые щенки беспокойство? Ну, пока что да. Ну, есть, которые прям вообще отличные, да? Да. Давай, Яна, знакомит всех потихонечку с зрителей, с щенками. Давай, по-моему, тебе показы. Это кто? Мальчик. Шоколадный мальчик. Шоколадный триковор. Хорошенький, крепенький. Хорошо ест. Все у него супер в жизни. Мальчиков мы себе в этот раз оставлять точно не будем. Нет, ты что, мы вообще не будем. Не будем. Все продаются, ребят? Ну, взлома нет. Дробный хвост. Вот вам пазилов. Пазилов немножко. Красивый, шоколадный. Какой у него шоколад будет, Яна? Ну, не такой, как у Джека, не яркий, но такой. У него подпал здесь бледный. Бледненький. 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 У Джека яркий подпал. Ну да. Бывают такие прям оранжевые. Ну вот у нее бледный подпал. Видишь, бледный. А, ну как у нее, да. Нежно, кофейный. Так, кто у нас что есть? Кто еще не ест? Давай еще кого-нибудь посмотрим. Он такой бутузик. Бутузик. По-моему, эта девка такая огромная. Девка огромная. Да, да. Слоник. Слонопотамчик. Вся прокрашенная, кроме грудки, а нос еще не прокрасился. Розовенькая поросеночка. Хорошая девка. Я еще давно поднимусь. Она такая сбитая такая, знаешь. Плотненькая. Нахлопоченная. Покажи сбоку. Ой, какая. Какой бурундучок. Морская свинка. Классная. Такая же как Black Knight по трассу. Так. Что еще можно посмотреть? Ну вот. Девочка. Это мы ее знаем. Это мальчик. А, это мальчик все-таки был. Я думаю, что все время это девочка. Та, которая плохо ела, но сейчас. Ел. Ел. Тот, который плохо ел, но сейчас вообще получится. Ну, уже вон как. Что-то кот и надо. Ну, давай. Кот и спешит. Дай бог, чтоб поправился. Ну, вытекай. Угу. Ну, все, все, все. Пускай. Кого-нибудь нам еще покачили с ноской? Слово тоже холодик. Ну, хорошенький. Ла такая. Говори, кто это мальчик. Ну, вот и девочка, которая тоже пережила. А, которая была изначально опушена. Отекшая. Отекшая. Ну, у нее красивый подпал. Как быть тебе? Посмотрим. Пока что она еще не в норме. Не в норме. Не в норме. Ну, смотри. Тоже такой брундучок. Брундучок. Кто это мальчик? Девочка. Мальчик. Брундучиха. Ты так сопишь, что, наверное, меня не слышно. Слышно только, как ты сопишь. Да, она важнее вся. Ну, что у вас такое? Бедная, устала, мать, целыми днями спать. Устала, да? Прям вообще капец. Два раза за день помыла детей, и все, устала вся. Устала. Губки он все стерла. Скажи, я на страже лежу, все выдалось, все молочное ферло. Поэтому от меня все, что нужно, я сделаю. Остальное, ты делай. Как заводчик. Так, кого мы еще не посмотрели? Мальчик. Мальчик, да, вот кто у вас тут. Шикардосик. Шикардосик, да? Ага, шикардосик, подпал у него резинки. Ну все, включили. Зачем ты ее потрогал? У тебя она будет, знаешь, как на камеру нам пыхать, мы ничего не услышим. Не пыхай. Ляг удобнее, не пыхай. Все, вот так. Толстит человек. Спит человек дальше. Ой, такая Мося. Мося шикардосик. Сбоку покажи, нам. Чтобы мы видели хомячка. Желтенький, видишь, кто подпал? Да, яркий. Поярче, да, чем у Школы? Желтенький. Желтенький. Я так понял, что бывает три вида подпала. Кофейный такой, кофе со сливками. Вот, желтенький, вот, ярко угниваешь, как у Джека. Ну вот, яркий он уж. Ну, такой слезненький. Посмотрим еще, что работает. Так, и посмотрим еще. Мне так видно. Мальчик. Мальчик как Бок Найт. Этого мальчика я очень хорошо замечал. Он всегда был самый маленький, но поэтому он живчик. Это будет очень красивый. Скорее всего, он будет похож на Баксика из предыдущего помета. Сейчас я покажу, каким Баксик вырос еще раз. Ну, Баксик вроде таким маленьким не был. Ну, он тоже был такой сбитый, маленький. А, ребенок хочет маму. Покажи нам, может. Так, как все. Очень, ребята, у него мордочка коротенькая. Плям. Покажи мордочку. Не шатай. Очень, очень такой классный, бед парень. И там будет похож на Баксика. Ой, чего, как потягушка. Ну, помыть решила, вот, ребенок. Ну, так это же я ей подложила, куру матчера. Вот, ребенок хочет дела свои сделать, а она спится внушно будет. Что, мы еще одну штуку не посмотрим? Да. Тоже рыженький подпал. Видишь, такой рыженький. Ну, куда, куда ты пошел? Ну, куда, ну, куда? Девочка эта пошла. Девочка. Ой, рюкочка. Все, ребята, краткое знакомство первого с щенками провели. Теперь вы хотя бы примерно представляете, кто есть кто. Лежи, 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 не вставай. Ну, еще пока самые важные дни позади. Сегодня я нам шесть дней, да? Сейчас вот вечером. Да, уроду. Да, шесть дней, ребят, щенкам. Еще надо, чтобы дней пять они. После десяти дней мы уже чуть более спокойны. А после двух недель, когда они открывают глазки, начинают ходить и уже совсем становится хорошо. Ну, вот, друзья, у нас утро. Сегодня уже будет седьмой день щенкам. Я опять всю ночь сидел, и мне очень все нравится. Щенки мега энергичные, очень хорошо едят. И просто все замечательно. Не знаю, конечно, придет наш эксперт-заводчик, все скажет поточнее. Но мне кажется, все хорошо. Сегодня самая тихая, спокойная ночь. Не считая того, что эта мама прекрасная. Один раз уже легла на одного щенка и его придавила. Если бы еще полминуты, то щенок бы точно там задохнулся под ней. Но это, видимо, у них такое, у многих. Ничего с этим не поделать. Только сидеть вот так, ночами, днями охранять, не отходить. Тут какая-то драчка. Смотрите, пошло трое на один сосок. Эти посередине коричневый и два голубых. А голубой решил отнять у другого. Вот смотрите, насколько, насколько, как осмотрите, аж трясет их, как хочет. Ну все, вообще, зверюги, скоро они ее все задергают. Вот эта девочка очень здоровенная такая, прям морская свинка. Короче, прям все кишит, бурлит, жизнь прет из них. Я просто счастлив, пусть кушают, ребятки. Короче, прошло минут 10 с того момента, как я их в последний раз снимал, когда они так энергично ели. Короче, все, все отвалились уже, вот только шоколадный. И еще один кушает, остальные уже все на боковую пошли. Друзья, всем привет. Наверное, два дня я ничего не снимал. Щенкам, наверное, уже около 10 дней, точнее, напишу в титре снизу. Ну что сказать, все нормально, все более-менее спокойно. Из 8 щенков 6 вообще отлично развиваются, 2 немножко медленнее развиваются. Ну, есть ли какие-то переживания за них, но это не болезнь. Просто надо смотреть, что, как дальше будет. Все хорошо. Найт, мама, все такая же, средняя. Иногда ходит. Даже сейчас я взял камеру, она сидела у какого-то одного щенка, намывала. Вот, видите, может вот так сесть. Ногу, видите, положила на щенка. И именно поэтому я вот здесь вот так сижу. Вот теперь надо пойти спасать щенка. Ты прям контент делаешь на это. Прям на ходу. Вот зачем так ногу положила, скажи. Неудобно. А он там еще и ест. А ему, кажется, и нравится. Никого спасать не надо, да? Ну, ладно. Это еще более-менее безопасно. Но были случаи. Но сегодня не было, например, когда она ложилась. Но вчера или позавчера ночью был случай, что она просто задавила щенка. Прямо всем весом лежала. И даже не понимала, что на нем лежит. Иногда так увидишь, что она так делает. Очень на нее обижаешься и огорчаешься. Ну, человеку не понять, как так это может быть. Лежать на щенке, убивать его, слышать, как он пищит. И вообще ничего не понимать, насколько это все серьезно. Ну, я понимаю, что это собака, поэтому за это ее нельзя ругать. В природе у них так. Как бы это для них нормально, когда выживает сильнейший. Не смог из-под мамки выползти. Значит, сам дурачок. Но мы такого позволить не можем. Нам надо всех спасать. Ну, будем дальше наблюдать. Короче, ребят, сейчас странная фигня была. Все нормально, росли щенки. Короче, вдруг один щенок, совершенно крупный, здоровый. Даже не тот, который вызывал какие-то опасения. Начал задыхаться вообще просто ни с того, ни с сего. Я на вся в шоке прибежал, а я спал.